Даёшь равноправие, даёшь между мужчинами и женщинами! Аж микрофон включился! Дайте что-нибудь, Насте! Не затыкайте нам рот! Да! Ой, а почему мне никто в транспорте не уступил места? Даёшь место в транспорте! Что это такое равноправие и в каких границах нужно за него бороться? Я в метро часто катаюсь и я заметил такую тенденцию. Именно женщины почему-то не придерживают дверь. Кому? Вообще! Никому! Никому! Вот просто идут, открывают и вовремя не увернёшься! Я так заметил! Потому что ты в двери всегда заходишь за женщиной! Это твой инстинкт такой! В какую дверь женщина пошла, я за тобой и малышка! И они сразу же надеются! Да-да-да-да! Ты походи за мужиками! Да и всё тебе! Я не выбираю на самом деле! Ну да! Ну что, мы с Анной Пикиной будем сегодня обсуждать топ-5 заблуждений о равноправии и о борьбе! Сегодня мы зашли на территорию, на такое минное поле, где очень-очень легко! Осторожно, злые собаки! Да! Ну я пошёл тогда! Ладно! Давай, пока! Нет, Саша, я думаю, мы попробуем сделать всё сегодня! Ну что ты его держишь? Пусть уходит! Равноправие! Он имеет право! Давай! Разбешивался! Разбешивался! Хорошо! Скажите, пожалуйста, когда вы слышите слово «феминизм», какая первая ассоциация у вас возникает? Ну вот я люблю социации. Обалбешенные тётки, которые хлебом не корми, да, и поорать, что их в чём-то ущемили, и что вообще нужно за что-нибудь побороться, желательно за какую-нибудь глупость типа «разрешите мне ходить топ-лист». Женщины, которые не интересуются мужчинами. Ты имеешь в виду сексуальную ориентацию? Ну, в том числе, наверное. Видимо, раз они с ними борются, значит, они их не любят. Ну, хорошо, давайте внешность феминистки меня пишите. Ну, это трудно. Такая женщина по имени Клара или Роза. Ну, ясно. То есть, есть ещё у людей много стереотипов относительно того, что это женщины, которые не ухаживают за собой, там всякие волосоты и подружки, и там, и всё такое прочее. Я так себе не представляю. Отлично. Отлично. Вот этого стереотипа вот здесь среди нас нету. Но, в любом случае, одно из основных таких заблуждений, что феминизм – это такое движение против мужчин. Женщины против мужчин. Такая лютая оппозиция. Мне очень понравилось высказывание одной из известных женщин-феминисток, что феминизм – это такое радикальное мнение, что женщина – это человек. Ну, да. То есть, по сути, конечно, есть, как в любом движении, там, радикальные какие-то ответвления, но, по сути, это движение за равные права, признавая наши биологические различия. Ну, то есть, объективно, там, женщины были крупкие, слабые, они способны к деторождению, у мужчин больше силы, выносливость, и у них, там, другие особенности, связанные с деторождением и так далее. То есть, вот это наша биология – феминистки, они ее признают, вот эту разницу. Но при этом они отстаивают именно равные права. Ну, для нас сейчас совершенно естественно, что женщины имеют избирательные права. Сто лет назад это было совершенно неочевидно, и то, что женщине это вообще могло как-то пригодиться, вызывало большое недоумение. Потому что, в смысле, ты какая мое существо, у тебя есть муж, у тебя там есть отец, как-то живи с этим. И то, что сейчас для нас кажется, боже мой, там, женщины добились равных прав избирательных, они сейчас борются за что? За равную оплату труда на одинаковые должности. И в сфере сексуальных отношений очень такая горячая сейчас битва идет. То есть, что является… Где можно посмотреть? Что-то почему на личном уровне нельзя договориться? Я не понимаю, почему нужно бороться? Я думаю, те люди, которые могут договориться, они не борются. Да. Что, наверное, вот истина, она как раз в курсе может договориться. То есть, борьба заключается в чем? Ну, совсем недавно считалось, что женщина… Ну, она вообще… Как сказать, что всякие преступления против ее неприкосновенности, они относились к имущественным. То есть, например, если женщина что-то происходила, надо, значит, выплатить какой-то ущерб ее семье. Ну, вот как если бы, не знаю, там, волсты капоранили, что-то такое. Где-то вот на этом уровне. И сейчас мы не очень далеко от этого ушли. Взять, например, закон о семейном насилии. То есть, то, что, в общем, первый раз, в общем, очень страшного, да, там, какое-то административное наказание, ну, для этих тем. И феминистки современные, они борются за что? Они борются за то, чтобы женщина могла зарабатывать наравне с мужчиной, за то, чтобы она могла, при прочих равных условиях, при одинаковой квалификации, на стаже работ и так далее, за то, чтобы ее не использовали сексуально, чтобы она могла говорить «нет» в тот момент, когда считает мужчина. И вот эти вещи, они в нашей российской действительности вообще в законе всегда соблюдаются. Но соблюдается закон о рекламе нами очень четко. Да, да. Жизненная история заключается у нас сегодня в равноправии и в заблуждениях относительно него, которые мы испытываем. Первое, то, что мы успели обсудить за рекламу, это стереотип о том, что феминистки – это те, которые борются против мужчин. Это не так. Это те, которые равны права с мужчинами. Переходим к следующему. Следующее. Про то, что феминистки настаивают исключительно на такой же физической мужской работе, как и мужчины. Грущики. Да, да. Частое такое заблуждение, что ага, если ты феминистка, тащи свои сумки сама там. Что это обязательно женщины, которые сопротивляются тому, чтобы там подержали как-то дверь или что-то такое. Опять же, есть радикальное ответвление в каждом течении. Возможно, есть и такое проявление феминизма, но в основном это совершенно не относится к феминизму. То, что ты говорила, они признают то, что они биологически все-таки слабее. Да. Это первая часть, то, что на самом деле мы можем прекрасно с тобой разделить груз, ты здоровый и сильный, возьмешь сумки, ну, я ничего не имею против, спасибо. А вторая часть про при открывании дверей, там, счет пополам или платит мужчина, это уже относится совершенно к другой сфере. Это уже сфера флирта. И вот здесь очень здорово, когда люди могут договариваться, ну, то есть вот, как это для тебя, ну, расставлять себе границы аккуратно. Если для девушки нормальная игра, которая при начале отношений завязывается, это когда ей приоткрыли дверь, подали пальто, потом заплатили за нее в ресторане, и она ничего не имеет против, ну, прям, замечательно, они скорее всего совпадут, она при этом вполне может быть феминизкой, которая отстаивает равные права там за зарплату и за отсутствие домогательства. Если же для нее это неприемлемо, то очень круто, если она про это может сказать заранее, аккуратно, и мужчину тоже это воспринимать. Ну, хорошо, вот у тебя устроено это так. Интересно, как тогда, какие альтернативные способы флирта такие используют женщины, если… Если вот это все убрать? Да. Ну, они могут сказать, что, слушай, ну, я этот воспринимаю как способ покровительства и опеки. Ну, то есть вот для меня это не тот сигнал, поэтому, ну, вот, короче, вот это вот не надо. И если они не начинают… А там, знаешь, может быть разное всякое. Ну, например. Ну, те же самые подарки, мы можем дарить их друг другу, да? Приятные слова, комплименты и так далее. Это будет. Хорошо, понятно. Третье – заблуждение про внешность. Очень распространенный стереотип, то, что феминистки, они выглядят, ну, как некое… Чудища. Чудища. Ухаживают за собой так же, как это делают мужчины, да? Да. Вот они не бреют под мышками, я тоже могу не бреют. Ну, типа того. Опять же, есть экстрим, а есть, например, там, Эмма Уотсон. Она вполне себе даже феминистка, загубляйте, смотрите, как она выглядит. И очень много женщин, которые придерживаются… Да, да, которые придерживаются этих взглядов и при этом совершенно не пытаются нивелировать как-то свою сексуальность. То есть вот мы говорили в прошлой передаче про мужчин, что поскольку сейчас гидерный стереотип размыто сильно, то есть вот это вот очень много вариантов того, как ты можешь устраивать свою личную жизнь, как ты можешь устраивать свою профессиональную жизнь, мужчины очень подчеркивают свою брутальность то, что они здесь. женщины, соответственно, тоже свою женственность подчеркивают таким образом. У нас осталось совсем немного времени, да? Время. Хорошо. Я хотела бы сказать про самое главное заблуждение. Это то, что вот тот аргумент, то, что биологическая заданность, биологическая природа женщины, она определяет ее судьбу, либо религиозные какие-то стереотипы, они определяют ее судьбу. Вот это все питает сейчас многочисленные тренинги женственность и так далее и тому подобное, что это вот абсолютно опровергает феминизм. С моей точки зрения это скорее его подтверждает, потому что в большинстве вот этих, подкрепляя в большинстве вот этих теорий, есть такой ход, что собери себе деньги на черный день, не надо дарить мужчине дорогие подарки, постарайся повлиять на него. Вот очень много способов манипулятивного влияния. И очень часто вот эти вот движения, которые за женственную женственность и за женскую мудрость, они являются неким способом защиты и подтверждают некое неравенство, что женщина не может адекватным способом добиться своих целей, заработать, защитить себя. Ей нужно вот так вот приспособиться. Хитрить, юлить и изворачиваться. Да, хитрить, юлить и изворачиваться. Ну и я так понимаю, у нас совсем-совсем время заканчивается, поэтому… Ну есть еще минутка. Хорошо, да. Я хотела бы в преддверии праздника пожелать женщинам осознанности выбрать себе свой способ поведения, свою судьбу в соответствии со своими ценностями, со своими предпочтениями. И благо сегодняшний мир, он дает огромное количество вариантов и возможностей. Ничего не бояться, видеть собой и в каждом дне искать можно больше радости. Ну а мы в свою очередь мужчины Радио 54. Поздравляем тебя, Аня, с наступающим международным женским днем. Желаем тебе, чтобы весна была не только за окном, но и в сердце. Спасибо. С наступающим праздником тебя! Ух ты, ух ты! Спасибо. А как думала, мы подготовились? Приятно. Спасибо.